В одном из своих видео я уже рассказывал про козел для распилки дров с использованием бентопилы. Ну, а сейчас хочу более подробно его рассмотреть, чтобы было понятно, можно было самому изготовить его. Ну, о некоторых особенностях хочу тоже его рассмотреть. Его можно использовать не только для распилки горбыля, но также досок, разных картышей, отходов разных. Болезника, ну и многого чего другого. Теперь по поводу устройства, как он сделан. Вот здесь у меня является это основание. Он сейчас в снегу, конечно. Это у меня основанием является шпалена. Можно использовать также брус. К этой шпалене прибиваются поперечные или досочки, или толстые рейки. Высота данной рейки, вот этой поперечной, должна быть не выше груди, да? Почему? Смотрите, получается, если сделать, допустим, сделать, допустим, очень высокую, да, ее выше сделать. Взять бензопилу, то если будет слишком высокая, то получится, что это будет травмопасно. Ну, не совсем безопасно это будет, потому что пила может соскочить и так далее. А если мы сделаем ниже, если сделать ниже, да, то просто меньший объем сюда будет влазить, меньше дров мы будем распиливать. Теперь по поводу, хочу сказать, по поводу еще, вот, важны вот это расстояние между. У каждого она может быть свое, потому что пичка, длина разная, может быть, ну, в нее разные могут быть влазить дрова по длине. Вот, если у меня, допустим, метровые влазить, да, метр десять максимум, то я обычно 40-50 сантиметров делаю, ну, 40 сантиметров, да, иногда до 50 они выходят длиной. А бывает, знаете, бывает просто у людей котлы, и там только 30 сантиметров влазить. Поэтому, получается, что от центра этого до этого, у людей, у кого коротенькие, да, дровички, ну, нужно делать меньше расстояния. То есть мы, а мы будем пилить, пилим, получается, по центру, да, поэтому от этого до этого центра это будет наша, можно сказать, длина дров, какая у нас должна быть. Стандарт. А теперь еще об одной особенности хочу сказать. По поводу вот этих перекладин. Они, некоторые не делают, к сожалению, зря. Потому что, если, когда мы пилим дрова, и они друг к другу лежат, и на длину прямо лежат в слоняне, к самой спалени, да, к основанию, то тогда мы можем подпиливать и спалену, что плохо. Эти перекладинки, кроме того, что мы, когда распиливаем, то мы будем чувствовать, да, получается, что пиля, да, и заканчиваем, мы будем чувствовать, что мы закончили пилить. То есть все. И тогда, тем самым, сам козел не пострадает. У меня тут нету, потому что здесь была шпалена. На самом деле, тут тоже должна быть, вот в этом месте. У меня она отвалилась, просто шпала гнилая оказалась, и в этом месте отвалилась. Ну, так, конечно, когда делаем, тут тоже должна быть. Ну, а теперь я накидаю сюда дрова и попили. Ну, так, конечно. Ну, так, конечно. Ну, так, конечно. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...